В этом видео мы разберем, что такое таймлайн в окне анимации и как редактировать кадры в таймлайне. В нижнем правом углу в окне анимации вы увидите вот эту панель инструментов и кнопку, которая выглядит как пленка. Кликнув на нее, откроется таймлайн. Я уже снял здесь небольшую анимацию, чтобы вы могли видеть кадры. И вы видите, как ползунок, воспроизведение движется между кадрами, а в конце воспроизведения есть такой вот синий значок камеры. Он обозначает просмотр в реальном времени. Так что если я возьму в руки пульт и буду переключать кадры, то вы увидите, что это уже отснятые кадры. И когда я дохожу до кадра 23, то это уже live view. Вот я могу даже помахать рукой перед камерой. На самом деле, чтобы мы точно знали, что это live view, я положу сюда какие-нибудь кубики. Так что это live. И теперь назад. Это не live. Если вы хотите выбрать какие-то кадры и переместить их, то это просто. Вы можете просто кликнуть на кадр. И когда появится вот эта голубенькая граница, вы можете потянуть его вверх. И именно таким образом можно редактировать кадры. Как только вы выбрали кадр, его нужно вытянуть вверх и затем вбок. И при перемещении кадра в стороны вы увидите такой желтый треугольник. Это значит, что вы можете вставить кадр куда нужно. И автоматически кадр займет пустое место. Я сейчас отменю это действие. И если вы хотите стереть или наложить кадр, например, я хочу, чтобы этот кадр заменил, например, кадр 17. Можно поместить его прямо посередине. Видите, красный крестик. Программа говорит о том, что я собираюсь удалить ваш кадр и заменить его на 15. Но если вы так сделаете, то здесь останется пустой промежуток. И вам надо будет подвигать все кадры. Если вам нужно сразу взять много кадров, как в этом случае, чтобы переместить их, вы можете взять первый в строке и сделать небольшой сдвиг вправо. И таким образом программа захватит все эти кадры. Затем можно их просто перетянуть. Если вам нужно взять все кадры, то вы кликаете на кадр и тянете влево. Таким образом он возьмет все кадры. Если вы не хотите чисто случайно захватить все кадры, то нужно помнить, что сначала берете кадр, потом тянете вверх и в сторону. Теперь, если вам нужно взять, скажем, несколько кадров, вы можете зажать Shift и кликать. Или Command и выбрать группу кадров. Их также можно взять и переместить. Камеру Live View также можно переместить в середину эпизода. Поэтому если я возьму камеру и вставлю ее сюда, то теперь, когда я снимаю новые кадры, то они просто продолжат заполнять эту область в центре, как бы выталкивая остальные кадры. Вы видите, что у меня есть эти кадры, которые находятся как раз посередине. Они просто выталкивают другие. И если вы просто хотите заменить кадр посередине... Так, сейчас я удалю эти кадры. Верну вот этот кадр на место, как и было. Если я хочу заменить кадр таким образом, чтобы наша камера после снимка перескочила в конец таймлайна, то мы используем перезапись. И сейчас я сделаю кадр. То оно сейчас снимет кадр номер 16, но автоматически перепрыгнет в конец в режим Live View. У нас есть еще одна замечательная функция, особенно если вы пытаетесь заменить кадр в середине и пытаетесь переснять его, но у вас уже есть синхронизированный звук, и вы не хотите, чтобы ни один из этих кадров в конце не сдвинулся, или не хотите запутаться, или чтобы порядок кадров поменялся, вы можете сделать следующее. Скажем, вам нужно переснять кадр с 12 по 15. Вы можете зажать Shift и выбрать эти кадры, и теперь кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Переснять кадры». И вы видите, что остался такой зазор как раз под три кадра, которые вы выбрали. По мере того, как вы будете снимать новые кадры, они будут заполнять пустое место. И когда дойдет до последнего кадра, то программа автоматически перейдет в режим Live View, в самый конец секвенции, чтобы ничего не перепуталось. Если вам нужно удержать кадр, поставить на Hold, например, у вас в кадре там есть темнота, и вам не нужно делать кучу кадров темноты, пока в кадре появится свет. Вместо того, чтобы делать несколько кадров, вы можете просто навести курсор на нижний правый угол кадра, и появится такая небольшая стрелочка. И если кликнуть на него, появится такая желтая линия, за которую нужно будет потянуть. Это значит, что все эти шесть кадров поставлены на удержание. Они будут отображаться в вашей анимации, и если вы экспортируете QuickTime, то эти кадры тоже будут там. Если вы хотите, чтобы ваши основные кадры в папке дублировались, то вам нужно нажать кнопку Conform. Как только вы нажмете на Conform, вы увидите, что наши кадры на удержании исчезли. То есть эти кадры все еще там, но на самом деле сейчас вместо того, чтобы остался зазор, эти кадры были созданы на жестком диске, как отдельные файлы. Они могут быть экспортированы в After Effects. Еще одна полезная функция называется скрыть кадры. Иногда, когда вы анимируете и воспроизводите что-то, вы можете просто скрыть некоторые кадры и посмотреть, как они выглядят. Итак, у нас вот здесь в середине получился такой странный прыжок. Я вот это все спрячу. Выберу эти кадры. Вот это кнопка скрытия. Итак, теперь, когда я нажимаю воспроизвести, оно будет пропускать эти скрытые кадры. То есть если вы не хотите видеть эти кадры на таймлайне, или это вас просто сбивает с толку, у нас есть кнопка скрыть скрытая. Вы будете знать, что там есть скрытые кадры, но теперь у вас будет просто более четкий таймлайн. Удаленные же кадры, которые мы фактически удалили, появятся в корзине. Корзину можно открыть, нажав на эту маленькую мусорную корзинку. И это кадры, которые были удалены, но на самом деле мы никогда по-настоящему не удаляем кадры с жесткого диска. Мы всегда сохраняем все, что сняли. И если вы хотите узнать, где, например, как этот кадр, где он был на таймлайне, вы можете увидеть здесь маркер. Это то место, где изначально был снят этот кадр. Или я могу щелкнуть по нему, и оно покажет, что это то место, откуда был этот кадр. Это значительно упрощает работу, если у вас много удаленных кадров, вы пытаетесь собрать сцену заново. Например, возможно, вы слишком сильно обрезали анимацию, и теперь хотите замедлить действие. Так что вы можете выбрать этот кадр и вернуть его обратно на таймлайн. Это очень простой способ вернуть удаленные кадры обратно в таймлайн. А удаленные кадры удобны тем, что у вас нет на таймлайне вот этих всех скрытых точек, вот как, собственно, и работает корзина. Если вы хотите вернуть скрытые кадры и отображать их на таймлайне, вы просто выбираете их и снова нажимаете кнопку «Скрыть». Теперь они будут видны. Теперь у нас есть эти два кадра. Я выберу этот кадр, нажму «Открыть». Теперь они не скрыты. Скрытые кадры немного быстрее вернуть в таймлайн. Вы можете просто скрыть кадр, который еще думаете удалять или нет, но еще как бы не решили. Так что это такая замена удалению. Если вы наверняка знаете, что кадр плохой, то лучше его просто удалить. Вы знаете, что это безопасно, и он будет находиться в корзине для удаления. Итак, это был обзор нашего таймлайна. В следующих уроках мы рассмотрим выстраивание слоев и их взаимодействие с таймлайном. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok